Последнее отравление в Солсбери, скорее всего, инсценировка. Такую версию рассматривает британская полиция. Псевдожертвами стали россиянка Анна Шапира и ее британский муж Алекс Кинг. Они пошли по следам скрипалей и отужинали в ресторане Солсбери, где якобы подверглись покушению. Покушению в подробностях этой истории разбиралась Светлана Чернецкая. Ни новичка, ни любого другого яда не обнаружили в крови пострадавших. Анна Шапира уверяла, что ее с мужем отравили стрихнином. Это вещество входит в состав яда для крыс. Но и его следов специалисты не выявили. В прошлое воскресенье пара произвела переполох в Солсбери. После ужина в ресторане у обоих проявились симптомы, похожие на те, которые были у скрипалей. Инциденту сразу же присвоили статус особой важности. Наученные горьким опытом полиция и медики сразу же заподозрили новичок. Но вскоре опровергли применение нервно-паралитического вещества. Исходя из анализов, на данном этапе инцидент не считается подозрительным. Продолжается расследование того, что послужило поводом для недомогания пары. Пока мы не связываем их болезнь с недавними отравлениями в Солсбери и Эймсбери. Более того, есть основания полагать, что пара инсценировала собственное отравление. Муж Анны Шапира оказался известным пранкером. Алекс Кинг прославился розыгрышем самого принца Чарльза. В 2006 он проник на красную дорожку кинопремьеры, чтобы наспор пожать руку принцу. А потом хвастался этим перед журналистами. Впрочем, в этот раз пара отрицает розыгрыш. Наша клиентка попросила подчеркнуть, что она не была вовлечена ни в какие инсценировки, и что ее страх был искренним как по отношению к отравлению, так и по отношению к покушению. Анна Шапира, бывшая модель, родилась в Нижнем Новгороде, сейчас гражданка Израиля. Она до сих пор уверена, отравление – дело рук Москвы. Мол, россияне подозревают ее в шпионаже. Скотланд-Ярд и британские спецслужбы не комментируют эти заявления. Если полиция докажет инсценировку, выговором тут не обойдется. И ресторан, где отравилась пара из Котланд-Ярд, потратили немалые деньги, чтобы разобраться с инцидентом. Поэтому вполне могут потребовать возместить расходы. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Британское бюро телеканала «Интер».